Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Суть его в том, что вначале автор вопроса Мария принимает предложение своей подруге устроиться на работу. Подруга, по словам Марии, университетская. Автор вопроса хотела сменить старое место, и подруга её порекомендовала. Оказалось, что автор вопроса сменила хорошее место на среднее. Работа ей не понравилась, не понравилась, себя она там не видит, хочет уйти оттуда. Увидела объявление о работе, устроилась туда на частичную занятость, и подруга начала приставать автор вопроса всем, чтобы узнать, как Мария устроилась на это новое место, сколько у неё ЗП. Вот. И после того, как Мария не рассказала, не рассказала я об этом, она долго её сверлила, бога доставала, вот. Потом отстранилась, а после пошла к коллеге узнавать, которого туда звали. По словам Марии, подруга завистливая, вот. И спрашивает, собственно говоря, автор вопроса, имеет ли право даже подружке мне рассказывать то, что она не хочет. Я думаю, что все коллеги мои, вот, в том числе и я, скажут, что да, имеете, безусловно, имеете право, но, как бы, правда в том, что вам это знание не поможет. Потому что, если бы вы были уверены в себе, если бы вы действительно позволяли бы себе иметь право, да, и не рассказывать, то, наверное, ничего бы этого не было. А раз вы спрашиваете, вот, то, скорее всего, вы сомневаетесь. И по моему опыту, эти сомнения, так скажем, никуда не денутся. От того, что мы вам сейчас скажем, что да, вы имеете право не говорить. Ну, просто, 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 просто вот, потому, что изначально вы себя такого права, как мне кажется, почему-то лишили. И это вопрос уверены в себе. Это вопрос личных границ, которых у вас явно нет. Вот, это вопрос про возможность отказать. То есть, вам, иными словами, тяжело отказывать. Почему-то. И вот этот аспект необходимо прорабатывать. Чтобы вы могли более четко, более уверенно, более последовательно выстраивать личные границы. Что это значит? Ну, в первую очередь, это значит, это значит то, что, то, что вы говорите об обрюке своей. Может быть, правда, может быть, нет. Вот. Но, как бы, она такая, какая она есть. Вряд ли вы не знали об этом. Когда принимали ее предложение, вряд ли вы об этом не знали. Знали. Но, все равно, предложение ее приняли. Может быть, может быть, может быть, на что-то надеялись, может быть, чего-то хотели, может быть, просто на тот момент у вас были одни цели, так скажем. Сейчас у вас цели немножечко другие. Вот. И это, в принципе, это нормально. Что у вас цели разные. Что у вас цели меняются. Это нормально. Вопрос, как мне кажется, заключается в том, больше. Замечаете ли вы это? Отдаёте ли вы себе отсчет в этом, в том, что у вас меняются? Цели, в том, что у вас, ну, вот, у меня сколько происходит, так сказать, ротация цели. Цели. Если можно так выразиться. Мне кажется, что вам нужно, в первую очередь, поработать с этими аспектами, которые я озвучил. И тогда, такой проблемы, в принципе, у вас стоять не будет. Вот. То есть, поработать с уверенностью в себе и, может быть, со страхом. Вот. Собственно, всё. Собственно, всё. Понимаете, вам не нужно разрешения вообще кого-либо. То есть, вот то, что вы спрашиваете, да, имеете ли вы право, это позиция ребёнка. Почему-то вы находитесь, в данном случае, в детском состоянии. Вы не ведёте себя, как взрослый, зрелый человек. Связано это, может быть, с тем, что вы себе не доверяете. Связано это, может быть, с тем, что вы себя обесцениваете. Связано это, может быть, с тем, что вы чего-то боитесь. И вот наша задача. Как бы с вами этот момент подкорректировать, чтобы вы не нуждались в ком-либо. Чтобы вы не нуждались, например, в нас. Чтобы вы не нуждались в, так скажем, одобрении кого-либо. Чтобы вы доверяли себе. Это очень важная вещь, потому что напрямую влияет на вашу, скажем так, самостоятельность. То есть, сейчас вы не самостоятельны. Следующий важный аспект, который вы в, ну, как бы, в своём вопросе не затрагиваете. Ну, я хочу коснуться его, тем не менее, косвенно. Это вопрос вашей реализации. Он здесь замечен. Да? На мой взгляд. Он здесь замечен, на мой взгляд, достаточно прямо. Прямо. Что значит реализация? О чём мы говорим? Ну, наверное, мы говорим о том, что... Кем вы хотите быть, ну, в первую очередь. Наверное, мы говорим о том, кем вы себя видите. Вообще. Вот. И этот аспект... Также является очень важным. Потому что... Всё, что с вами произошло, связано в том числе и с тем, что вы не очень понимаете, кем вы себя видите. Вы не очень понимаете, кем вы хотите. Я имею в виду для себя, в первую очередь, кем вы хотите. Конечно. Я имею в виду исключительно этот аспект. Если вы не очень хорошо отдаёте себе отчёт в том, куда вы движетесь, чего хотите и так далее. То, естественно, будут трудности и трудности довольно серьёзные. Ну, я имею в виду у вас, я имею в виду у вас, конечно. Поэтому, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам. Этот аспект, в первую очередь, разрешить. И уже дальше, уже дальше, я думаю, что вам будет гораздо проще. Я так думаю, по крайней мере. Повторюсь. Это моё, в данном случае, мнение. Вот, как-то так. Слабо, честно говоря, очень слабо я представляю себе реальность, в которой мы вот что-то разрешаем. Кому-либо разрешаем. Вот слабо я такую реальность вообще представляю. Слабо я такую реальность вижу. Я надеюсь, что вы понимаете, как это звучит. Я вас ни в коем случае не хочу сейчас обвинить. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вы делаете что-то неправильно. Я просто хочу обратить ваше внимание на данный аспект. Потому что это очень важно. И хочу обратить ваше внимание также, хочу обратить ваше внимание также на то, что, на мой скромный взгляд, по моему скромному мнению, вы делаете, ну, как сказать, делаете, да? Вы движетесь. Если можно так выразиться, да? Вы движетесь. Немножечко не... Сюда. Немножечко не в ту сторону, мне кажется, немножечко не в том направлении. Самый случай, если, например, в себе вы не уверены, допустим. Если, например, у вас есть некая системная проблема, то есть у вас системная проблема есть, это факт. Если у вас такая история присутствует, то никакое разрешение вам не поможет. Это важно понимать, что никакое решение вам не поможет. Что случится другая ситуация, и вы в этой ситуации будете чувствовать себя примерно так же, как и сейчас. Вот и все. Поэтому, очень важно, очень важно, чтобы вы обратили внимание на данный аспект. Чтобы вы попытались увидеть проблему, лежащую глубже, и начали бы с этим что-то делать. Это то, что мне кажется крайне важно. Для вас? То, что мне кажется крайне важно для... Прозвучит немножко высокопарный, может быть. для вашего будущего. Так скажем. Да. То есть вот то, как вы, может быть, себя видите. То, как вы, может быть, к себе относитесь. То, как вы, может быть, себя воспринимаете и так далее. Вот. На что я хотел обратить внимание. Проблематика. Проблематика. Личный границ. У людей присутствует довольно часто. Люди недооценивают степень важности данной проблемой. Ну, в любом случае, я вам раскрыл какие-то детали, да? А, нет, вы уже сами сможете решить, как вы будете действовать и будете ли вы действовать вообще в направлении, ну вот в этих направлениях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь, по-моему. Ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Не затягивайте. Вот. Потому что системное решение проблемы – самый лучший выход из ситуации. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok